Лерой, давай вернемся к книге Откровения, к тому, с чего мы начали на прошлой неделе. И ты раскрыл это слово для нас, и Бог так сильно это благословил. В начале прошлой недели, на передаче в понедельник, мы с братом Томпсоном обсуждали тот факт, что мы молились и спрашивали у Бога, что Он собирается делать. Верно. Каковы Его цель, замысел и стремление. И когда мы разговаривали об этом месте Писания и том факте, что Господь фактически когда-то ехал сюда, когда я молился, то Бог продолжал говорить мне, продолжал напоминать третью главу книги Откровения. И мы начали читать это и говорить об этом. И слово от Господа пришло к нам из этого седьмого стиха, где сказано «И ангелу в филадельфийской церкви напиши, напиши в эту церковь», сказал Господь. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знает твои дела. Вот, я отворил перед тобой дверь. Открыл дверь. И никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. И потом, когда мы обсуждали это, мы вспомнили слово от Господа о том, что 2007 год был годом открытых дверей. Придя в эту студию сегодня утром, прошлой ночью я молился и приносил это перед Господом. Время открытых дверей. Я просто прокручивал это снова, снова и снова в моем духе. И этим утром я услышал, как Господь сказал, «Заметь, что эта дверь, которую я открыл, находится в присутствии людей». Да. И он сказал, «Эти двери в 2007 году, которые в прошлом люди закрывали, не давая приходить хорошим возможностям в жизнь моих людей». Он сказал, «Я начинал говорить к ним, и они начинали двигаться, и направлялись к чему-то, и направлялись к прорыву, и тем или иным образом дьявол использовал людей и захлопывал дверь перед ними». Захлопывал дверь. И очень часто, на самом деле, в большинстве случаев, мы допускали это из-за ссор и других вещей, и мы совершали ошибки, и мы учились, мы поднимались, отряхивались, и продолжали идти. И есть много дверей, которые, я знаю, дьявол захлопывал передо мной снова и снова. Я просто продолжал сражаться с ним и стучать в эту дверь, и она открывалась. И в Слове Божьем сказано, «Стучите, и отворят вам». Стучите, и отворят вам, верно? Но вот, что Господь показал мне, то, в чем вы терпели поражение в прошлом, и, наконец, вы вроде подходили к этому, но не могли подняться наверх. Господь говорит, «Я открыл двери, и я не собираюсь никому позволять захлопывать их перед вами». Аллилуйя. Теперь входите в них. Аллилуйя. Мы увидим победы. Слава Богу. Это поток. Это поток. Поток начал течь. Знаешь, другой частью этого было то, что он сказал, «Я закрыл двери, которые ни один человек не сможет отказать». Да, абсолютно верно. Бог движется в это время. У тела Христова много работы, и эти открытые двери очень важны. Я думаю, что в этом году двери останутся открытыми. Я знаю, что они открыты. Мы стучались в эти двери, мы проповедовали это Евангелие об этом послании. Это послание последнего времени. Вот почему, брат Копленд, слова «деньги приходят» и слова «деньги с миссией». А эти слова «деньги с миссией» пришли ко мне потому, что откровение «деньги приходят» было очень сильным, когда оно пришло к телу Христову. Церковь не говорила много о деньгах, и Господь дал мне эти слова. «Деньги приходят». Я проповедовал об этом по всей стране, а также везде, где я был. Я говорил Господу, «Господь, знаешь, некоторые в теле Христовом не могут понять это пророческое слово, деньги приходят». Они считают это материалистическим посланием. Я сказал, «Дай мне слово, которое может охватить каждого, которое может собрать их, чтобы они могли понять, что это откровение от тебя». И именно тогда он проговорил «моё сердце» «деньги с миссией». Он сказал, «Откровение «деньги с миссией» прояснит то, для чего деньги приходят на самом деле». И он сказал, «Я даю тебе». Он дал мне места Писания, некоторыми из которых мы поделимся сегодня. Фактически, Господь говорил со мной прошлой ночью и дал мне ещё одно откровение, чтобы ещё лучше прояснить это послание для тела Христова, что тех, кто жаждут, а есть много людей, которые любят Бога, мы знаем это, и они хотят делать то, что Бог желает, чтобы они делали, но они не станут этого делать, если у них не будет очень ясного направления из Писания, чтобы они могли двигаться по Нему. Одно дело знать, что это есть там, другое дело иметь откровение об этом, или как называет это Чарльз Кэпс, практическое знание. Практическое знание, да. Знаете, вы можете иметь откровение Слова Божьего и знать, что это истина, всем своим сердцем, и потом сидеть и думать, «Да, но что мне делать сейчас?» «Что мне делать сейчас?» «Как мне применить это на практике и заставить это приносить результаты прямо сейчас?» Я знаю, что когда я впервые услышал, как ты проповедуешь, и затем прочел твою книгу о деньгах с миссией, там не было ничего, чего бы я ни разу до этого не слышал. Да. Но это был такой освежающий дождь для того, что я раньше слышал, и это подняло на поверхность откровение о том, что у моих денег есть миссия. Да. Не просто у нескольких долларов, которые я откладываю на пожертвование, но у всего, что Бог вкладывает в мои руки, есть миссия. И это откровение поднялось из конца списка и стало в его начале. Я начал молиться. Бог, какова миссия того благословения, которое ты вложил в мои руки сегодня? Совершенно верно. Вот ты вложил в мои руки несколько сотен долларов сегодня, которые я не ожидал. Какова миссия этих денег? Что мне делать с ними? Практическое откровение. Точно. Оно начало оживать. Когда это произошло, то появилось больше денег. Больше денег. И это продолжилось. И это будет продолжаться. Это будет продолжаться. Сегодня Святой Дух хочет сделать это настолько ясным, что даже маленький ребенок сможет ухватить значение этой возможности завета. И это поручение завета в финансах, которое Бог дал определенной части тела Христова. В Евангелии от Матфея я хочу быстро прочитать эти два стиха. Матфея 24,14, потому что эти стихи являются фундаментальными для понимания завета богатства или завета умножения. Матфея 24,14 говорится «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной. Эта Евангелие будет проповедана по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Мы говорим о том, «Я сказал тебе, и ты также поделился этим со мной, что это послание последнего времени». Здесь говорится, что это Евангелие Царства будет проповедано по всему миру. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо иметь средства, чтобы донести это Евангелие до всего мира. Лерой, если бы мы просто продолжали идти теми же темпами, что и последние 500 лет, и не возрастали в откровении денег с миссией, потребовалось бы еще тысячи лет, чтобы все это закончить. И население постоянно увеличивается. Все большему числу людей нужно услышать Евангелие. Оно растет. А люди в теле Христовом совсем не возрастали финансово. Они двигались вверх и вниз вместе с взлетами и падениями в национальной экономике. Это никак не было связано с откровением. Они не возрастали сверхъестественным образом. Они просто работали и старались сделать лучшее, что могли. Да, и слово служение так сильно расширилось. Вы не можете просто сидеть в своей церкви и думать, что вы делаете то, что Бог хочет, чтобы вы делали. Вы не можете сидеть в одном месте. Он сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Сатана не хочет, чтобы мы соединили эти вещи вместе. Он не хочет, чтобы мы соединили богатство Божье с работой Божьей или богатство Божье с миссией Божьей. Он всегда пытается отвлечь нас или увести в сторону, чтобы деньгами мы каким-то образом бесчестили Бога или делали неугодное Богу. Но мы должны ухватить откровение о том, что богатство Божье находится на земле для того, чтобы делать работу Божью. Опять же, в Марка 13, 10 я думаю, что каждый верующий должен поразмышлять об этих двух стихах в контексте того, что у денег есть миссия. В Марка 13, 10 сказано, и во всех народах прежде должно быть... Мне нравится это слово проповеданное Евангелие. Да. Во всех народах. Когда я вижу слово проповеданное, я думаю о книгах, я думаю о кассетах, я думаю о телепередачах, таких как эти. И на все это нужны финансы. Если бы не финансы, мы бы не были в домах всех этих миллионов людей, чтобы дать им откровение, которое я знаю, они хотят получить. И Бог хочет, чтобы оно у них было. Так что мы в процессе исполнения именно того, что это местописание говорит. Мы проповедуем Евангелие Господа Иисуса Христа. Я спросил Господа, я сказал, ты дал мне слово «Деньги с миссией». Мне нужно определение миссии. Мне нужно определение миссии. Он сказал «Снаряжение тела Христова, чтобы евангелизировать мир». Он сказал «Это определение миссии». Это то, в чем заключается твоя проповедь. Вот в чем смысл этого послания финансов. «Даже говоря о других вещах, ты можешь показывать, как Бог благословил тебя, как Он благословил тебя здесь». Но, сказал он, основная цель этого послания проповедовать мое Евангелие миллиардам душ, которые никогда не слышали имени Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда мы работаем с этой перспективой, брат Коупленд, и когда мы понимаем это, то все остальные незначительные вещи, для которых нужны финансы, Бог совсем не против того, чтобы его дети были благословлены. И затем Бог открыл мне следующее. Я говорил тебе, что Он открыл мне кое-что прошлой ночью для этой передачи. Он дал мне эти два стиха. Мы разберем эти стихи подробнее. И у меня есть пять ключей, которые Он показал мне в свете послания «Деньги с миссией», и которыми я хочу поделиться с телом Христовым. Давайте начнем с послания к Эфесянам 5.17. Я принес расширенный перевод. Эфесянам 5.17. В расширенном переводе так хорошо говорится об этом. «Поэтому не будьте рассеянными, бессмысленными и глупыми, но понимающими и твердо держащимися того, что есть воля Божья». В этом расширенном переводе я увидел, что нам необходимо принять полную картину этого откровения и этого помазания, прежде чем мы полностью будем в нем двигаться. и молясь об этом, я сказал, «Господь, мы будем делиться этим посланием деньги с миссией, с телом Христовым и с миром». И Святой Дух сказал, «Открой в своей Библии восьмую главу второго послания к Коринфянам». И я в точности сделал то, что он сказал мне сделать, и он открыл мне кое-что в этом. Я верю, что это будет благословением для всех нас на этой неделе и в этот день. Я думаю, что это будет поворотным пунктом в теле Христовом в целом. Я думаю, что это послание достаточно велико, откровение достаточно велико, чтобы изменить и повернуть образ жизни церкви к тому положению, которое Бог всегда хотел, чтобы церковь занимала. Восьмая, девятая главы второго послания к Коринфянам говорят о финансах и говорят о служении даяния и принятия. Павел говорит о служении даяния и принятия в церкви и в миссионерской работе и так далее. Но в первом стихе этой восьмой главы говорится, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Я прочитал это, и Дух Божий сказал, «Читай дальше». «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубокая нищета их преизбыточествует богатстве их радушия. Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они, это очень важно, они весьма убедительно просили нас принять дар. Они знали, как важен был дар, чтобы продвигать работу Божью». Четвертый стих. «И принять участие их в служении святым». Служение святым — это еще один термин, обозначающий поддержку и помощь тем, кто послан проповедовать Евангелие. И в пятом стихе говорится, «И не только то, чего мы надеялись». Вот еще одна мысль. «Но они отдали самих себя во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Еще два стиха. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. Вы можете для себя отметить, что в одном из переводов говорится, «Совершил вас так же и эту благодать». Давайте прочитаем первый стих, а затем седьмой. В первом стихе говорится, «Уведомляем вас, братья, благодати Божией. Свидетельствуем о благодати Божией, подчеркните это данной церквам македонским». Затем в шестом стихе в одном из переводов сказано, «Также и эту благодать». И далее в седьмом стихе это продолжается, «А как вы изобилуете всем верою и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам». И теперь он говорит, «Так изобилуйте и сею добродетелью или благодатью». Я спросил, «О чем ты говоришь мне, Господь?» И он сказал мне, «Деньги с миссией — это двойная, двухсторонняя благодать, которую Дух Святой поместил в жизнь человека. Я спросил, «Господь, что ты имеешь в виду?» Он сказал, «В этой восьмой главе второго послания к Коринфянам «Деньги с миссией не должны восприниматься умственно. Это не будет понято ни плотью, ни психологами, ни людьми с позитивным мышлением». Он сказал, «Есть помазание, есть благодать. Это благодать или благоволение, которое я вложил в дух людей в Македонии. Я собираюсь вложить эту благодать в дух мужчин и женщин по всему миру. И они смогут ходить в этом помазании, ходить в знании этого. И они начнут, брат Копленд, в том состоянии, в котором они находятся. Это помазание будет в их жизни, даже несмотря на то, что еще не будет денег, слава Богу. Но это помазание придет в их жизни, чтобы произвести дающее и принимающее помазание, дающее и принимающее благоволение, которое я дам им. Когда Бог дал мне откровение около шести лет назад, то это помазание было дано мне в очень сильной мере. Помазание даяния и принятия. И когда эта благодать... А это благодать. Когда эта благодать будет правильно помещена в тело Христова, а есть люди, которые жаждут делать то, что Бог хочет, чтобы они делали, но у них не достает понимания того, в чем смысл этого послания о деньгах. Это что, послание материализма? В нем говорится только о домах, машинах, яхтах, мотоциклах, землях и бриллиантах. И поэтому они немного боятся, они сдерживаются. Но я верю, что сейчас, через эту открывшуюся в 2007 году дверь, когда мы с тобой говорим об этом по всему миру, прямо в этот момент эта божественная благодать и это божественное благоволение приходит в ту часть тела Христова, которая примет эту благодать даяния прямо там, где находится. И в то же время эта благодать является благодатью принятия, потому что даяние и принятие должны идти вместе. Верно. И есть многие люди в теле Христовом, которые должны научиться принимать. Но как только, Боже мой, как только Бог высвобождает эту благодать в их жизни, как Он это делает прямо сейчас, они смогут отдавать прежде всего самих себя. И затем они смогут давать из своих ресурсов. Это может быть небольшое количество как лепта той вдовы, но на ней была эта благодать. Среди всех тех людей со всеми теми деньгами на этой женщине была благодать Божья. И она подошла туда и положила все, что у нее было. И вы не можете сделать это естественным образом. Это была та же самая благодать, что и на Македонской церкви. Аллилуйя. Она дала ей способность отдать все, что у нее было. Естественным образом это сделать невозможно, брат Копленд. Вы не сможете сделать это на основании естественного мышления. Дух Господний был на той женщине, когда она отдала, и теперь этот дух приходит на тело Христова. Вместе со словами «деньги приходят» и «деньги с миссией» вы увидите сотни людей, спешащих посеять свои деньги и плачущих, держа деньги в руках. Церковь не поняла этого. Я не делал этого. Это просто пришло. Я никогда не говорил об этом. Это просто благодать, которую Бог простирает к людям, чтобы дать ее им, чтобы они могли прорваться через это. Боже мой. Лерой, я знаю, когда эта благодать пришла ко мне. Да. Я знаю, когда это произошло. Боже мой. Я могу подтвердить это. Когда мы только начали верить о самолете Сайтейшн-Тен, Господь начал говорить мне об этом. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты понял, что все материальные вещи приходят из и через мою благодать». Да. Мы думаем о том, что рождение свыше приходит через его благодать. Наши исцеления и подобные вещи, но он сказал, «Все материальные вещи приходят через мою благодать». И это благодать, о которой ты говоришь. Наше время подошло к концу, но я хочу добавить это здесь к тому, что ты читал. В седьмом стихе сказано, «Вы изобилуете всем верою и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам». И когда ты читал это, я услышал ударение на слово «вы». Так вы изобилуете и сеялся добродетелью. И эта благодать, которая пришла к людям в Македонии, благодать с небес пришла и была дарована им. Он сказал, «Теперь я хочу, чтобы эта благодать была также и на вас». Та же благодать, что сошла на них, сходит на вас. Точно. Поэтому он побуждал их принимать ее, верно? Да, верно. Следовательно, это то, что вы принимаете веру. Верно, да. Да. Аллилуйя. Вот что сейчас происходит. Прямо сейчас. По всему миру. Да. Это благодать. Слава Богу, каждый, кто слушает, каждое открытое сердце, это та же самая благодать, которую он излил на македонскую церковь, ту же самую благодать он излил на вас. Да. Ту же благодать он излил на меня, на Джесси, Крефлей, Джерри и всех. Эта благодать изливается на тело Христова прямо сейчас. Слава Богу. Аллилуйя. Я скажу вам прямо сейчас, вам не стоит пропускать завтрашнюю передачу, потому что кое-что возгревается внутри меня. Мы будем продолжать говорить об этом слове от Господа. Мы говорим конкретно о послании деньги с миссией. И все материальные вещи, что бы это ни было, все, и сама жизнь, все только лишь по благодати Божьей. По благодати Божьей. Благодарение Богу за Его благодать. Невозможно. Есть что-то, что ни на что не пригодно. Но если вы вложите это в Божьи руки, и Он приложит к этому Свою благодать и благословит кого-то этим, тогда это станет спасением и благом для кого-то. Именно это Он и делает. Да. И все, что Он вкладывает в наши руки, что бы это ни было, вещи, деньги, все, что угодно, это по Его благодати. И у этого есть миссия. И миссия состоит в том, чтобы принести Его благодать и Его благоволение кому-то еще. Да. Брат Копланд, мы не должны отделять благодать Божью от этой грани служения. Я думаю, что это была одна из стратегий сатаны, чтобы заставить нас думать, что этот аспект служения отличается от всего остального истинного служения. Это как будто само по себе. Само по себе. Но это не так. Это не так. Это часть всего плана Божьего. И через откровение, через просвещение, мы теперь все больше и больше начинаем осознавать, что это полная картина, потому что из-за недостатка работа Божья не могла быть выполнена полностью. И из-за традиции и религии мы оставили это откровение за пределами Божьего благоволения, Божьей благодати, в то время как Бог хочет, чтобы это было центральной частью всего, так, чтобы все двигалось. И поэтому сатане почти удалось применить одну из величайших стратегий, которые он когда-либо применял к телу Христову. И он применял ее веками, сотни и сотни лет, говоря, что мы можем молиться, мы можем поклоняться и прославлять, мы можем двигаться в дарах Духа Святого, мы можем говорить о плодах Духа, то есть все эти различные благодати. И как мы говорили раньше, все они должны быть приняты верой, чтобы это было по благодати. Но когда дело доходит до финансов и изобилия, и богатства, которые может продвигать Евангелие по всему миру, то сатана постарался заставить нас думать, что это к этому не относится. Но сейчас Бог, как мы вчера говорили, я верю, что в 2007 году на основании откровения во втором послании к Коринфянам, там есть целые главы, восьмая и девятая, потому что девятая глава также говорит о благодати Божьей. И телу Христову дана способность принимать благодать. на самом деле ваше богатство начинается с того, что благодать принята. Когда принята благодать даяния, тогда вы становитесь богатым человеком. Это то, что сказал мне Господь. Да, вы становитесь богатым человеком, потому что когда эта благодать принята, другая благодать, благодать принятия приходит вместе с ней. И это лишь вопрос времени, когда затянутые облаками сферы вашей финансовой жизни изменятся, и солнце начнет сиять, потому что теперь Бог знает, что вы готовы для служения в финансовой сфере. Вы готовы быть финансовым миссионером, вы готовы использовать финансовую сферу в качестве служения. Вы готовы служить. Я думаю, что лучшее местописание, то, о котором мы говорим, 2 Коринфянам 9.10 говорит, что он дает семя сеющему, и это начинает служение. Я также делился с вами местом из 8 главы Евангелия от Луки. Я хочу быстро открыть это место. 8 глава Евангелия от Луки. Так много мест Писания приходит мне сейчас на ум. 8 глава Евангелия от Луки. Я помню, как Господь показал мне это. Он сказал, вот, это деньги с миссией. И еще один элемент состоит в следующем, брат Коупленд. Для того, чтобы у ваших денег появилась миссия, вы должны ценить то, что Бог сделал для вас и желать, чтобы Он сделал это и для других. Вы должны прийти к такому состоянию, когда вы желаете, чтобы другие получили от Бога то, что получили вы. И мы сейчас говорим не только о деньгах. Мы говорим о служении, мы говорим о Божьей руке на вас, об откровении, о понимании, о наставлении. И поэтому вы хотите взять деньги, которые Бог дал вам. Если вы сами не можете поехать, пошлите кого-то другого. Если вы не можете поехать, пошлите свои финансы в это служение. Потому что брат Коупленд и сестра Глория постоянно проповедуют Слово Божье о том, что Бог сделал для них, и они делятся этим с другими. И вы также были благословлены этим служением. Поэтому, когда вы благословлены этим служением, тогда вы хотите, чтобы кто-то еще был благословлен этим служением. У вас нет собственного телевизионного служения, но вы являетесь частью этого служения. Поэтому, когда вы делитесь вашими дарами и вашими пожертвованиями с этим служением, вы понимаете, о чем-то тогда вы становитесь частью того, что они делают. Видение очень важно. Библия говорит, из-за недостатка видения гибнет народ. Но Господь сказал мне, там, где есть видение, народ процветает. Восьмая глава Евангелия от Луки с первого по третьей стихи. Мы говорим о втором послании Коринфянам 9-10, а также и об этих трех стихах. В первом стихе написано, «После сего он проходил по городам и селениям». Речь идет об Иисусе. Вот что он делает. Он путешествует и для того, чтобы путешествовать необходимы деньги, проповедуя и благовествуя Царствие Божие и с Ним 12. И с Ним 12. К вашему сведению, для этого нужно больше денег. Вам необходимо заботиться о 12 людях, когда у вас есть команда и вы путешествуете, тогда вы должны заботиться и о команде. И некоторые женщины, которых он исцелил, они получили служение. Этим женщинам послужили. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова и Сусанна, и многие другие. Вот что мы хотим, чтобы вы увидели. И многие другие, которые служили Ему, то есть Иисусу или служению Иисуса, или миссии Иисуса, данной Ему Отцом, служили Ему имением своим. Они служили Ему этим. Они служили Ему этим. Они не просто бросали это, они приняли это как деньги с миссией. Они приняли это на себя, точно так же, как я возлагаю руки на человека, и он принимает «Я служу этому человеку». Они взяли свои ресурсы, чтобы выразить благодарность и также, чтобы продвигать эту силу и эту славу, и это освобождение, и эту победу. Боже мой, послушайте, эту силу, эту славу и эту победу для других людей. Для этого необходима финансовая поддержка, для этого нужно служение имением. Начиная с этого дня, когда вы кладете ваши пожертвования в корзину, начиная с этого дня, когда вы кладете ваш чек в конверт и отправляете его в служение, которое было благословением для вас, провозглашайте, поднимите этот конверт и скажите, «Господь, я служу тебе». «Я служу твоему царству». Слава Богу. Прямо здесь, в Новом Завете говорится, что польза человеку, если вы приходите и говорите, «Брат, грейся и ободрись». И ничего к этому не прикладываете. Да. Вы когда-нибудь были ободрены? Когда кто-то пришел и дал вам какие-то финансы, или дал вам пальто, чтобы одеться, или что-то еще? Конечно. Это были не просто деньги. Верно. Это был тот факт, что... Они послужили вам. Что Бог услышал меня, когда я молился, и Бог действовал для меня. В то время, как дьявол говорил, «Никто тебя не слушает, ты никогда ничего не получишь». И кто-то подошел и сказал, «Брат Копланд, Господь проговорил ко мне, и я должен помочь вам этим». Невозможно, это не были тысячи и тысячи долларов. Возможно, это была всего лишь купюра в 20 долларов, но они послужили мне этим, и это вдохновило, ободрило и подкрепило меня. Бог услышал меня, когда я молился. И на этом была благодать Божья. Это служение финансами, это деньги с миссией. У денег этого человека была миссия, и то, о чем писал Иаков, у этого пальто, одетого на замерзшего человека, была миссия. У этого пальто была миссия. Оно принесло любовь Божью этому человеку на улице. Он не просто достал это пальто из ящика гуманитарной помощи, стоящего где-то на углу, оно было служением для него. Кто-то одел его на него. И те женщины ободряли Иисуса. Господь, большое тебе спасибо, что ты освободил нас. Мы благодарны за это. Мы были освобождены словами, которые ты проповедовал. И мы так ценим это. Мы хотели бы вложить это в твое служение. Это ободряло его, Лерой. Да. Во всем этом была вера и сострадание. И то призвание, которое есть на наших жизнях. Мы служим день и ночь, мы занимаемся изучением день и ночь. Это наше призвание, это сама суть нашей жизни. Когда все наши партнеры делятся с нами в нашем служении, они служат нам, они служат Иисусу, они служат призванию, которое есть на наших жизнях. И мы ценим это. Как-то я был в Чикаго, я проповедовал в церкви Билла Уинстона, на их конференции веры. И выйдя из дверей, я направлялся на собрание, и там был швейцар, который работал в отеле. На нем была униформа отеля. Швейцар стоял там и открыл мне дверь. И когда я прошел через дверь, он взял меня за руку, и я почувствовал что-то в его руке. Я знал, что он дал мне что-то. Имение. Имение. И он просто посмотрел на меня и улыбнулся. Он сказал, я хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас. И он сказал, вы благословили меня. Лерой, я сел в машину. Швейцар отеля дал мне 50 долларов. Да. Я подумал, этот человек не является главой банка или еще чего-то, но он просто дал мне 50 долларов. И это так благословило меня, это так вдохновило меня. И я не знаю этого человека, и я не знаю его имени, но я знаю, что он мой партнер. Да. И между нами есть связь. И вот сейчас я рассказываю историю о нем, так же, как Иисус сказал, что будут рассказывать историю про ту женщину с двумя лептами, с этим пожертвованием, которое она туда положила. Но ключ в том, что это приносит много благодарения Богу через нас. Это принесло много благодарения Богу через дар этого человека, который он вложил в мою руку. Более ценно, чем деньги, это то служение, которое тот человек совершил для тебя. По всей стране, брат Коупленд, я думаю, из-за того, что я учу об этом послании, и потому, что Бог дал мне помазание, я почти не могу никуда пойти. Я не могу пойти в парикмахерскую, я не могу пойти в продуктовый магазин, я не могу просто отправиться за покупками со своей женой и подойти к кассе с корзиной и заплатить за это. Кто-нибудь подходит и говорит, как дела? Я позабочусь об этом. Они служат мне все время. И у меня было открытое видение, как вспышка, когда ты говорил о миллионах людей. И это то, из-за чего проповедники нервничают. Но есть правильный способ, как это делать. Я призывал людей не бросать деньги с балконов на сцену. Не бросайте деньги на сцену во время служения. Я обращался к людям и останавливал их в их даянии, если они так делали. Но миллионы людей выходят к сцене и просто кладут миллионы долларов на сцену. Сотни тысяч долларов на сцену добровольно. С радостью делают это сами. И об этом им никто не говорит. Эти люди служат Господу. Но многие не понимают этого. Эти деньги возвращаются назад в служение. Эти деньги приходят из Чикаго и затем отправляются на Аляску. Везде, где тебе нужно идти и служить Словом Божьим. Но это помазание, это благодать. Я думаю об этом сейчас, потому что я хочу прочитать восьмую главу второго послания к Коринфянам из расширенного перевода. Когда Господь дал мне откровение «Деньги приходят», то первый раз я служил этим в Талсе, штат Оклахома. Кеннет Хейген младший сказал мне, что брат Хейген хочет, чтобы я проповедовал два часа дня. И я сказал, я всегда говорю «Да». И затем он сказал, брат Хейген хочет, чтобы вы собрали пожертвования. Я сказал «Хорошо, я сделаю это». И это был первый раз, когда я упомянул послание «Деньги приходят», поскольку я думал, что это было только для Кэролин и меня. И я не знал, что это для всего тела Христова. И в два часа я поднялся туда и сказал «Это будет самое большое пожертвование в истории этого собрания в два часа». Я открыл рот и просто начал говорить людям о том, что деньги приходят. Я никогда не видел, как люди выходят к сцене, и никогда не видел в церкви никого настолько восхищенными, чтобы они выходили к сцене. Тело Христова не видело такого, того, как это пришло с посланием о том, что деньги приходят. Поэтому я рассказал людям о том, Я дошел до середины истории и увидел 200 или 300 человек, идущих по проходам. Я сказал, куда они идут. Знаете, неужели все эти ищущие люди хотят принять спасение? И у них в руках были деньги, которые они с достоинством клали на сцену. Они просто служили, смотрели на меня и возвращались на свои места. Я не понимал, что происходит, они продолжали идти и идти. И после этого я приехал в другое место, сказал несколько слов об этом откровении, и они встали со своих мест. Я никогда никому не говорил делать это, но они встали со своих мест и пошли к сцене. Я сказал, это феномен, что происходит. Но я понял, что когда Бог вложил это откровение в мой дух, была высвобождена благодать. И теперь, когда мы с тобой касаемся этой темы, эта дверь открыта с 2007 года. И эта благодать будет... Послушайте очень внимательно. В большей степени на каждом служении в мире для работы Евангелия. Каждый человек, который высвобождает свою веру, когда мы говорим прямо сейчас, то их недостаток, их бедность, их огромные счета, «Я верю, брат Коупленд, в сверхъестественное умножение. Я верю в сверхъестественное погашение долгов». И когда эта помаза не поднимается, я провозглашаю. Я провозглашаю каждый раз, когда Бог говорит мне, я провозглашаю. «Сверхъестественное погашение долгов в семье и в бизнесе тех, кто нас сейчас слушает». «Сверхъестественное погашение долгов». Да. «Так, чтобы вы могли служить больше, принимать служение и служить больше в делах Божьих». Аминь. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Во втором послании к Коринфянам, давайте снова откроем восьмую главу второго послания к Коринфянам. Я хочу прочитать из расширенного перевода. Я принес его специально, потому что он делает то, чем он является, он расширяет. Помните, мы говорим в данный момент о деньгах с миссией. И мы говорим о том, мы с братом Коплендом оба проповедовали о том, что это благодать от Бога. Это под Божьим благоволением, точно так же, как и все остальное. И мы должны конкретно с этого момента всегда, когда мы даем, понимать, что мы служим Господу. Вот в чем заключается миссия. Служение. Миссия — это служение. Вся идея заключена в том, чтобы служить. Миссия. Да, каждое помазание существует для того, чтобы служить, чтобы снимать бремена и уничтожать ермо. Поэтому все это — служение. Служение. Если я выйду из служения, если я окажусь вне служения, если я пойду петь песню и буду делать это только для того, чтобы показать себя, то в этом нет служения. Я не собираюсь петь ни одной песни до конца моих дней перед любым собранием. Если я не нахожусь там для того, чтобы служить этой музыкой, этому собранию... Прямо в точку. Служение — это вся миссия. Это и есть миссия. Когда вы фокусируете свой разум на деньгах и убираете своего разума служение, вы просто отклоняетесь от Божьего пути. Да, и финансово вы просто раните сами себя. Вы просто калечите самих себя, поступая таким образом. Верно. Я верю, что Господь хочет говорить сейчас кому-то, у кого есть настоящее призвание в его жизни. Не превращайте ваше служение... Проповедуете вы или поёте... Не превращайте ваше служение в шоу или представление. Всегда служите людям, потому что туда, где есть видение, Бог всегда приносит обеспечение. Абсолютно верно. Я делал это многие годы. Ты делаешь это более 40 лет, я делаю это более 30 лет. И я долгое время был в глубинке, не знал никого, не знал ничего о слове веры. Я был баптистом и католиком, и я не знал о Духе Святом, но я наконец выбрался. Но Господь всегда обеспечивал моё служение, потому что я всегда знал, что всякий раз, когда я делаю что-то для Господа, это является служением. Поэтому мне не нужно волноваться о том, сколько я получу, или давить на людей, или попрошайничать. Бог всегда обеспечивал меня. И я верю, что на этом послании «Деньги с миссией», на этом откровении, которое мы доносим всему телу Христову, есть помазание. И мы должны думать о том, что что бы мы ни делали, нам необходимо делать это как для Господа. Как для Господа. Это ключ ко всему. Делайте это как для Господа. Да, Он говорит, как для Него. И когда вы делаете это как для Него, тогда Он несёт ответственность за то, чтобы восполнять нужды Его поручения. Вот где все эти вещи прилагаются вам. Миссия состоит не в том, чтобы мне купить машину получше. Нет, конечно же нет. Миссия не в этом. И не поймите меня неправильно. Эти вещи приходят. Конечно. Но это не является целью. Однако вещи, которые приходят, это инструменты для служения, потому что они по Его благодати. Я собираюсь взять их и служить ими. Да, и некоторые из них просто проходят через тебя. Да. Но главное в том, что Он сказал, «Ищите прежде Царства Божьего и праведности Его, и всё это приложится вам». Вещи — это не цель. Цель — это служение. Цель — это служение. Вот в чём вся идея. И вы занимаетесь тем, что ищете, а Он тем, что прилагает. Никогда не переключайтесь. Никогда не пытайтесь заниматься приложением и поиском. Ищите Его. Позвольте Ему прилагать. Позвольте Ему прилагать. Никогда не пытайтесь прилагать сами. Человек, пытающийся собрать пожертвование, и вы можете определить, когда он уже отходит в сторону, и на этом его служение людям заканчивается. Это послание пожертвования переходит от служения людям к тому, что «Мне нужно 45 тысяч долларов. Мне нужна эта сумма». Но когда вы так поступаете, то люди, Дух которых настроен на Бога, знают, когда вы перестаёте служить и начинаете попрошайничать. Они знают разницу. Благодать уходит. А когда благодать уходит, так же уходит и желание посеять что-нибудь в это пожертвование. Желание тоже уходит вместе с ней. Я знаю, я знаю. У них есть Дух. Лерой, куда ушло время? Это здорово. Не забудьте, на чём мы остановились, потому что завтра мы прямо с этого и начнём. Иисус, тот, кто открывает двери, сказал слово про 2007 год. Он открыл двери, которые люди захлопывали перед вами. Те люди, которые противились вашему благословению и были против вашей церкви, против вашей семьи и так далее. Я хочу, чтобы вы знали, что в 2007 году двери распахнулись, и вы будете входить в них без помех со стороны сил тьмы. Вы слышали, что я сказал? Хвала Господу. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это. Мы прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе поприветствуем брата Лерой Томпсона на этой передаче. Хвала Господу. Лерой, это было здорово. Это было здорово. Да, Господь благ. Деньги с миссией. Деньги, текущие из и через благодать Божью. Это служит людям. Деньги, которые приносят обеспечение. Деньги, находящиеся в руках верующего, могут сделать то, что такое же количество денег в руках мира не может сделать. Верно. Потому что вместе с этими деньгами есть сострадание Божье. Дело не в том, что у Бога нет сострадания к человеку, который получает деньги от благотворительных организаций или откуда-то еще. И благодарение Богу за это. Они получают какую-то помощь через это. Но совсем другое дело, Лерой, когда есть кто-то, кто любит их. И у кого есть помазание служить им деньгами, в этом есть ободрение, которое нельзя получить никаким иным образом. В этом есть «да, я могу сделать это» или «да, мы можем отстроить это». Все то, что приходит из благодати Божьей. Это сочетание. Это сочетание, верно? Это сочетание вещей. Я хочу назвать пять пунктов, которые улучшат, продвинут и усилят аспект денег с миссией. Мы говорили об открытых дверях. Мы говорили о подчинении. Мы говорили о благодати от Бога для этого. Мы говорили о том, чтобы брать власть над деньгами, использовать их для Божьей славы с нашей верой. Пять вещей. И я записал следующее, изучая откровение «Деньги с миссией». Деньги на оплату ваших счетов — это не проблема. Это не единственная сумма денег, которая вам нужна. «И затем Господь показал мне пять вещей, в которых человек должен развиваться, прежде чем он будет могущественно использован Богом в этой сфере, в этой сфере этой благодати». У нас есть второе послание к Коринфянам, 8-9 главы. Здесь есть много всего. Мы говорили о женщине с салавастровым сосудом, о том, когда она помазала Иисуса, она помазывала его для погребения. Деньги, которые для этого использовались, были очень драгоценными, но это были деньги с миссией. Посмотри, кто расстроился из-за этого. Иуда. И в писаниях отмечено и сказано, что на самом деле ему не было никакого дела до нищих. Это была отговорка. Видишь? У него не было никакого сострадания к нищим. Не было. И вот еще, что он сказал. К чему такая трата? Очень часто, когда служение действует могущественно, за пределами своего поместного собрания, тогда ему нужны лучшие средства передвижения, такие, как самолет или автобус, или что-то еще, на чем можно передвигаться. И некоторые говорят, «Какое расточительство!» Они не понимают, что это не расточительство. Это Бог, который распространяет свое Евангелие по всему миру. И эти инструменты служения необходимы для того, чтобы попасть туда вовремя, а также для того, чтобы защитить помазание. Да, верно. У меня это уже третий самолет. И говорю тебе, мои проповеди отличаются от тех, что были раньше. Потому что мне не нужно сидеть рядом с тем, кто курит, с тем, кто ругается, с кем-то, кто задает мне одни и те же глупые вопросы. Я сажусь в свой самолет, и никто не говорит со мной. Когда я прилетаю на место, например, как я прилетел сюда, тогда на мне свежее помазание. Никто не беспокоит меня. Это инструмент. Это место размышления. Это место отдыха. Подготовки. Это место изучения. Да. Да. Это чудесно. И вот что необходимо понять. Духу Святому придется расширить наше мышление в этом вопросе. И когда Он будет делать это, наши жизни будут расширяться. Вот пять вещей, которые Господь сказал мне вместе с откровением «Деньги с миссией». Номер один. У меня должно быть хорошее понимание управления. В 16 главе Евангелия от Луки говорится про неверного управляющего. Но если мы будем изучать этот текст, изучать его в контексте, то мы можем научиться у этого неверного управляющего, что номер один — управление требует подотчетности. И чтобы работали откровения «Деньги приходят» и «Деньги с миссией», вы должны быть подотчетны Богу в том, что вы делаете с тем, что Бог доверяет вам. И в этом тексте 8 стих всегда задевал меня, потому что там сказано, что «сыны века сего» — это Луки 16, 8, догадливее или мудрее, как говорится в одном из переводов «сынов света». Это значит, что они используют свою систему лучше, чем мы используем свою. И тем, кто нас слушает, я скажу, давайте начнем использовать нашу систему. Давайте начнем служить Господу тем, что у нас есть, там, где мы находимся. Не ждите, пока разбогатеете. Не пытайтесь ждать, пока у вас будет 50 тысяч долларов. Начните прямо сейчас. Пусть это служение или пусть эта благодать не зайдет на вас и разовьет вас это управление. В той же главе сказано, «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваши». И еще, верный в малом и во многом верен. Да. А также, что никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, постоянно говоря о том, что такое управление. Когда вы являетесь управляющим для кого-то, то это требует от вас действия. Если мы понимаем, что это не наши деньги, что это не наше серебро, что это не наше золото, если мы понимаем, что мы просто проездом на этой земле, у нас есть миссия от Бога, и затем мы проведем вечность с Ним, то можем распоряжаться вещами мудрее, и затем Бог может нам доверить больше. Итак, управление. А фраза «деньги с миссией» — это еще один термин управления. «Я управляющий», «я канал», «у меня есть финансовое служение», «я финансовый миссионер». «Может быть, я не могу пойти сам, но я пошлю Кеннета Копленда». Вот что это такое. Затем второе — это хотение, готовность. Вы должны хотеть быть использованными. Так же, как во 2 Коринфянам 8-9 главах. Эти люди были готовы отдать сначала самих себя. Это первое, что вы должны сделать. Вы должны отдать самих себя. Затем все остальное приходит через вас, и вы знаете, что все это для Господа, и готовы все это отдать. Все, что Господь скажет вам. Поэтому хотение, готовность... В Висаяе 1-19 сказано, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Да. И затем, в том месте Писания, которое мы читали, в расширенном переводе послания к Эфесянам 5-17 говорится, «Не будьте нерассудительными, не будьте глупыми, но будьте способными ухватиться за то, в чем состоит воля Божья». И когда человек начинает расти и развиваться в этих сферах, тогда он становится готовым. Затем номер 3 — послушание. Знаете, в Библии сказано, что послушание лучше жертвы. И возвращаясь к Исайе 1-19, там сказано, «Если захотите и послушаетесь...» Почему он упоминает оба эти слова здесь? «И похотение, и послушание». Вы можете хотеть, говорить, что вы хотите, но не быть послушными, понимаете? То будете вкушать благо земли. А теперь поговорим о 4-й главе послания к римлянам. Давайте посмотрим 4-ю главу послания к римлянам. Ты упоминал об этом на предыдущих передачах, о том, что должно быть по вере, чтобы было по благодати, так как вера является составляющим элементом. Вы должны поставить это на линию вашей веры. Это где-то в 16-м стихе. Римлянам 4-16. Итак, мы говорим об откровении «Деньги с миссией». Я буду читать этот стих, и хочу, чтобы вы соединяли это с откровением «Деньги с миссией», потому что «Деньги с миссией» относятся к благодати Божьей, это касается управления, это касается хотения, это касается послушания, и все эти вещи собраны в категории веры. Дело не в том, как вы себя чувствуете, дело не в том, что говорит кто-то другой. Независимо от гонений, вы должны делать то, что Бог говорит вам делать. И мы смотрели на служение тех женщин в 8-й главе Евангелия от Луки. Там говорится, что они служили Господу своим имением. И в 26-й главе Евангелия от Матфея случай с женщиной с салавастровым сосудом, которая вылила это драгоценное масло. Она служила Господу своим имением. Также в 10-й главе «Деяния» упоминается человек по имени Корнилий, который даже не был в Завете, но признавал благость Божью. И Библия говорит, что он постоянно давал милостыню. И его милостыни, его молитвы, и его милостыни, или его даяния, пришли на память перед Богом. Или, как написано в другом переводе, выросли как памятник перед Богом. И то же самое было и с этой женщиной. И Бог начал действовать. Действовал. Он сверхъестественно направил апостола. Я хотел сказать то же самое. Направил в его дом. Да, главного. Да, он не послал за местным пареньком. Нет, главного человека. Он отправился в город и привел. Я вижу кое-что в этом, брат Коупленд. Хорошо. Есть еще кое-что, что я вижу здесь, прямо в этом месте сейчас. Бог поставил молитву и даяние на один уровень в этом стихе. Да, это было в сочетании. Он сказал, молитвы Твои и милостыни Твои, или даяния. И поэтому Бог рассматривает это как служение. Точно так же, как и ходатайственную молитву. Да. Мы знаем, что ходатайственная молитва — это сильное служение. Мы нуждаемся в нем. Есть люди, которые молятся сейчас за нас постоянно. Но точно так же Бог рассматривает милостыни даяния как служение. И я верю, что Бог открывает глаза людей, чтобы они могли видеть это. Я хочу прочитать 16 стих. Да. Римлянам 4,16. «Размышляйте о нем в свете того, чем мы с братом Коуплендом делились с вами». Там говорится «И так по вере, что было по милости» или «по благодати». Это то, что я хочу вам показать, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Поэтому, говоря вам об этих пяти вещах относительно финансового миссионерства или денег с миссией, управления, хотения, послушания, вы должны высвободить вашу веру в Божье обетование, не только для себя, но и для тех, кому вы служите. Вы должны высвободить вашу веру в Божье обетование, не только для себя, но и для тех, кому вы служите. Это все от Бога. Если это не по вере, то это грех. А без веры угодить Богу невозможно. Поэтому финансово мы должны начать высвобождать нашу веру относительно финансов, зная теперь, что это не просто личное намерение, но это часть служения. И очень часто люди не используют свою веру для финансов, но все, что от Бога, но мы должны верить в любое обетование, которое Бог поместил в Писаниях для нас, и сатана пытался удержать нас от этой сферы. Поэтому пятая вещь является очень важной. Написано «помазание». Для того, чтобы действовать в откровении «Деньги с миссией», вы должны прежде всего понимать управление. Вы должны понимать хотение, послушание, веру, и вы должны понимать помазание. Иисус сказал, «Когда я был голоден, вы не накормили Меня. Когда я был в темнице, вы не посетили Меня. Когда я оставался на улице, вы не пригласили Меня внутрь». Все эти вещи, о которых говорит Иисус, основаны на служении, на использовании вашего имущества, которое Господь дал вам, чтобы служить другим людям. Он просто буквально сказал это, верно? Да. Я был нак, и вы ничего на этот счет не предприняли. Ничего. Я был голоден, и вы ничего на этот счет не предприняли. Он сказал, «Я был в темнице, и вы не пришли ко мне». Не пришли. Для всего этого требуется имение. И он не сделал бы нас ответственными, Лерой, если бы он уже не предоставил средства по своей благодати, чтобы у вас была одежда, которую вы могли бы дать ему, была пища, чтобы накормить его, были средства, чтобы поехать в тюрьму и навестить заключенного. Верно. Позволь мне спросить тебя о свете того, о чем мы говорим здесь. Служил ли добрый самаритянин, тому человеку, который был избит, ограблен, находился на грани смерти, он лежал раздетый, с него сорвали всю одежду, у него не осталось средств, он лежал там на обочине, послужил ли он ему. Мы знаем, что послужил. Да. И Иисус ответил, когда его спросили. «То мы ближние». Он сказал, «Возлюби ближнего своего, как самого себя, кто мы ближний». Но они служили ему. Да, ваш ближний – это тот, кто на обочине. Конечно. И другие люди проходили мимо и не обращали внимания на этого человека. И меня очень раздражал тот факт, что тот священник прошел мимо и не попытался помочь ему. Но затем я подумал об этом лучше. И, по крайней мере, предположил, что, возможно, у него не было денег, чтобы сделать это. Да, я собирался сказать, что священник, возможно, был нищим. И стыдится этого. И у него не было ничего, чем бы он мог помочь. И это такая же плохая причина пройти мимо, что и другие причины. У этого священника должны были быть деньги, чтобы сделать это. Он должен был быть тем, кто сделал бы это. У меня есть к тебе вопрос. Какой смысл нищему служителю бороться с этим посланием? У меня нет другого ответа, кроме как, возможно, он просто одержим дьяволом. Я не хочу никого обвинять в том, что он одержим дьяволом. Нет, это недостаток понимания. Да, это так на самом деле. Видишь ли, произошло следующее. В служении проложены пути. Бог призывает одного мужчину идти этим путем, призывает женщину идти другим путем, призывает кого-то еще идти тем путем. Мы тело, состоящее из многих членов. Как мы говорили о брате Хилтоне Сатане на прошлой неделе, мы отводим ему его место в теле Христовом. Он имеет дело с этими вещами. Как они называются, кстати? Эсхатологические вопросы? События последнего времени. Да, события последнего времени. И мы отводим ему его место. Мы оба говорим, что не собираемся идти по этому пути разбираться с этим. Мы обращаемся к его книгам. Да. Что касается богатства и финансов, то есть определенные финансовые освободители. Любой человек может проповедовать о финансах. Любой человек может составить проповедь. Но есть финансовые освободители. Точно так же, как люди в служении исцеления, как брат Робертс, у которого сильное помазание в сфере исцеления. Он был освободителем в этой сфере. И сам сказал мне, брат Урал Робертс, так же, как и тебе, «Оставайся на своем пути». Да, не бросай, не сдавайся. Брат Робертс сказал мне, «Смотри, брат Томпсон, у тебя есть что-то, и это от Бога». Он говорит, «Двигайся в этом и никогда не позволяй людям помешать тебе это делать». Вам просто нужно встать на ваш путь. Поэтому, если мы станем сотрудничать и действовать, и не будем ревновать, иметь зависть и испытывать неуважение к помазанию, тогда у нас не будет проблем в том, для чего нужно это помазание. Верно. Бог послал кого-то к вам, и вы не приняли его как человека от Бога, потому что вы хотите принять это каким-то другим образом. Вы пропускаете Бога, вот почему вы находитесь в финансовых проблемах. Многие служители, знаешь, я пытаюсь оставаться настолько позитивным и оптимистичным, насколько могу, но многие из них все еще финансово не способны выполнять свое видение, потому что они не принимают истину, когда слышат ее. Они хотят попытаться сделать все сами. Как ты и говорил, я использовал твои книги в проповедях, слово в слово. Я вышел из баптистской среды, и понятия не имел, о чем вы говорите. Я не знал ничего о вере, не знал ничего о водительстве духа, поэтому я брал твои книги и книги брата Хейгена, не упоминал имена, не называл ваши имена, не ссылался на вас, и иногда стоял за кафедрой с книгой внутри конспекта, и просто читал из нее и говорил, «Хвала Господу!» И у меня были хорошие результаты. Хорошие результаты. И я сижу за этим столом сегодня благодаря тому, что я делал то, что Господь говорил мне делать. Вы просто отбрасываете всю гордость и напыщенность и принимаете. Мы хотим, чтобы люди принимали. Лерой, дело было не в том, чтобы сделать себе имя среди людей. Дело? Вовсе не в этом. Нет. Нет, дело в служении людям. Вы должны служить людям. Я делал то же самое. Я делал это годами. И вы не ждете. Вы идете прямо сейчас, чтобы помочь кому-то. Это находится там для вас. Мы говорим о деньгах с миссией. Это подходящий момент, чтобы напомнить об этом. Мы уже говорим об этом. Теперь мы говорим о миссии с деньгами. Миссия с деньгами. Миссия с деньгами. Деньги с миссией – это то, что стоит за посланием процветания. Но миссия с деньгами – это миссия помощи людям в действии. Лерой, скажу тебе, одна из вещей, которая выглядит ужасно в моих глазах – это когда упоминание слова «миссионер» в присутствии большинства людей напоминает о нищете. Оно приравнивается к нищете. Я имею в виду, когда нужно ехать на край света, чтобы помочь людям, и не иметь ни копейки, и необходимо выпрашивать деньги. И у большинства из них сложилось представление, что это единственный способ, как они смогут это сделать. У них нет мысли о том, что Бог может благословить их финансово там, где они находятся, в любых обстоятельствах. Им не нужно возвращаться в Соединенные Штаты и выпрашивать у кого-то эти деньги. Они пытаются сами прилагать к своему служению. Знаешь, что Господь однажды сказал мне? Лерой, деньги есть везде. Везде. Я научился этому. Деньги везде. Они есть повсюду. И говорю вам, когда вы служите людям, деньги всегда есть там. Совершенно верно. Бог послал кого-то туда, Бог благословил кого-то, Бог наделил силой кого-то, чтобы он процветал. Он послал их на это собрание, и Он проговорит в их сердца, если они не будут слушать попрошайнический дух. Скажу тебе, Господь потребовал от меня, чтобы я доказал это в этом служении. Никогда. Никогда не оказывать давление на людей, чтобы они давали. Никогда. И были служения, на которых я проповедовал, и слышал, как Господь говорил, не собирай сейчас пожертвования. Просто не упоминай о них. Продолжай. И пасторы просто менялись в лице. Они не могли принять идеи о служении без сбора пожертвований. Видишь ли, мои нужды не основаны на этом. Мои нужды восполнены моим даянием. И вы идете туда и начинаете служить в Слове Божьем. И затем приходит момент, может быть, несколько дней спустя, когда приходит время пожертвований, и вот теперь люди уже действуют в вере. Да. Но все это поверье. Чтобы было по благодати. И эта благодать везде. Ее достаточно. Слава Богу. Среди тех, кто слышит меня сейчас, есть те из вас. Каждый раз, когда вы делали шаг, каждый раз, когда вы двигались к выполнению тех вещей, к которым Бог призвал вас, кто-то захлопывал перед вами дверь. Я хочу, чтобы вы знали. Иисус открыл дверь в 2007 году. Поэтому соберитесь. Начните двигаться в вере. Пребывать в Слове Божьем. Аллилуйя. Начинайте двигаться. И не стойте и не говорите, ну, ничего не получится, все будет так же, как и раньше. Кто-то захлопнет передо мной дверь. Нет. Начните говорить. Господь открыл дверь, которую ни один человек не сможет закрыть. Слава Богу. И входите прямо в дверь и выполните вашу работу. Слава Богу. Лерой, пусть Бог благословит тебя. Я рад быть здесь. Это были хорошие передачи, верно? Да, я был благословлен. Это происходит каждый раз, когда ты сюда приезжаешь. Слава Богу, это хорошее общение. Помазание приходит в эту службу. Хорошее общение. Аллилуйя. Аминь. Да. Аллилуйя. И эта благодать течет, и дверь открыта. Деньги с миссией. Деньги с миссией. Вам нужно провозгласить прямо сейчас. Я не буду нищим ни одного дня моей жизни. И пророчески провозгласить. Это пророческий момент. Деньги приходят ко мне сейчас. И вместе с учением, которое вы получили на этой неделе, вы знаете, что это деньги с миссией. Деньги не приходят для эгоистичных мотивов, для материальной наживы. Но это проявление с небес, чтобы выполнить работу небес. И при этом вы можете быть благословлены. Я размышлял о 12 главе книги Бытия, где говорится об Аврааме. Я читал об этом и в традиционном, и в расширенном переводах. В расширенном переводе можно видеть, что Аврааму было сказано, «Иди сам для твоей же пользы». Но Бог говорил Аврааму о деньгах с миссией. Это дает нам 4 или 5 приоритетов, которые Бог устанавливает, когда Он дает кому-то силу. Слово «благословленный» означает «наделенной силой». Когда Бог дает кому-то силу. Поэтому я хочу прочитать об этом. Мне кажется, что Святой Дух ведет меня в этом направлении. У нас есть дверь. Поймите, что это то время, когда дверь по-прежнему открыта, ни один человек не может захлопнуть ее. Мы говорили о том, что люди захлопывали двери из-за традиции, из-за религии, из-за динаминации, из-за собственного истолкования, откровения. И всякий раз, когда кто-то пытался войти в дверь, они захлопывали ее, говоря, «Это неправильно, потому что это неправильно». Но мы узнали, что двери открыты, и Библия говорит, что Он открывает двери, и ни один человек не может их затворить. Каждый, кто служит эту передачу, кто находится в служении, кто любит Бога, кто хочет идти до конца для Бога и делать дела Божьи, должен понять, что сейчас вы действуете в благоволении, вы действуете в благодати Божьей. Поймите это. Мы говорили о 2 Коринфянам 9.10. Там сказано, «И ты поделился со мной откровением». Мы читали, и читали этот стих, и внезапно Дух Святой сказал, «Бог сказал, что Он дает». Он дает. Семя сеющему. Для служения. И когда люди начинают служить этим семенем и действовать, то Бог сказал, что Он позаботится о том, чтобы дать умножение этому семени и хлеб пищу. Он дает им хлеб. Он питает их, пока они делают то, что Он хочет, чтобы они делали. И в книге «Бытия», когда я читал, я искал места Писания о деньгах с миссией, чтобы привести примеры библейских героев, которых Бог использовал в служении финансами. В 12 главе книги «Бытия» есть хороший пример об Аврааме. Также мы читали в 8 главе Евангелия от Луки с 1 по 3 стихи о том, что те женщины служили Ему из Своего имения. Мы говорили и о женщине с салавастровым сосудом, и так и не добрались до Корнилия. Но здесь, в 12 главе книги «Бытия» находится одно из самых первых мест Писания, которыми Господь действительно начал служить мне, что вопрос финансового благословения или умножения от Бога не такой уж и простой. Я просто прочитаю это. 1 стих 12 главы книги «Бытия» «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу Тебе, и Я...» Заметьте, Бог продолжает говорить, «Я сделаю. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое». И дальше Он сказал, «И будешь Ты в благословении». Это деньги с миссией, прямо здесь. «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Я верю, брат Копленд, что в этом можно увидеть призвание в жизни Авраама. Это дает нам три или четыре пункта. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу Тебе, это место, которое Господь должен будет указать вам. Это место богатства». В псалмах в одном из переводов сказано, что это богатое место. Да. И в этой сфере водительство Духа Святого так же важно, как и в любой другой. Это то место, о котором Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». У него есть изобильный план, и этот изобильный план ведет вместо изобилия. И если мы начнем следовать за ним, следовать водительству Господа, быть послушными Ему, то Он сможет направить вас из того места, где вы находитесь сейчас и настолько бедны, что не можете сдвинуться с места, туда, где вы начнете течь в этом изобилии, и сможет привести вас в это место изобилия. Верно? Да, это полностью соответствует Иеремии 29.11. Сказано, «Я знаю намерения, я знаю мысли, я знаю планы, которые я имею о вас». По-моему, в одном из переводов говорится, «Чтобы привести вас в место процветания». В другом переводе говорится, «К ожидаемому концу». Божий план уже установлен. Ему просто нужно, чтобы мы сотрудничали в вере. Я знаю это, брат Копленд. Я много молился об этом, и это работает точно так же, как и любая другая благодать. Знаешь, крещение Духом Святым всегда было доступно для всего тела Христа. Но многие до настоящего времени никогда не входили в эту категорию наполненных Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Но это по-прежнему доступно. Это по-прежнему доступно. Это по-прежнему есть. И за годы, которые я учил этому посланию, Господь ободрял меня и поднимал меня во время молитвы. Он говорил мне, «Лерой, помни, только часть примет это. Я хочу, чтобы все мои дети приняли это, но некоторые не примут это. Точно так же, как некоторые не собираются принимать крещение Духом Святым, некоторые не собираются принимать исцеление. Знаешь, я столкнулся с фактом. Я ненадолго отвлекусь от темы. Я столкнулся со словами от Духа Святого, что каждый верующий имеет статус миллионера внутри себя. Я не сказал, что каждый будет миллионером. Бог не собирается делать каждого миллионером, потому что не все люди будут сотрудничать с Богом. Но способность из-за того, что Дух Божий есть внутри вас, она там. И Господь сказал мне об этом. Я пытаюсь облегчить это для тела Христова, чтобы было понятно, о чем я говорю, потому что это может быть понятно неправильно. Но статус, статус, изобилие, умножение, способность, помазание, переполнение доступно каждому христианину, чтобы он мог быть могущественно использован Богом. Проблема никогда не была в Боге. Он пришел и решил проблемы на кресте Голгофы, кровью Агнца. Аллилуйя. Проблема была с нашей стороны. Мы не принимали то, что доступно. Не принимали от Бога. Потому что Он сделал это. То, о чем мы говорили вчера и позавчера. Принимая благодать верой, чтобы обетование было верно для всего семени. Это ответ именно здесь. Обетование так же верно, как для одного из них, как и для другого. Но это в его благодати, это по вере, чтобы было по благодати. Абсолютно верно. Дело в принятии, Лерой. Если вы не применяете свою веру в этой области, тогда вы этого не получите. Это не проявится. Помню, что говорил брат Хейген. К нему подошли некоторые люди и сказали, ну мы просто не верим в это исцеление в нашей церкви. Он сказал, ну не волнуйтесь об этом, оно вас не побеспокоит. Оно вас не побеспокоит. Да, я очень часто слышал, как он говорил это. А как насчет самого Иисуса, когда он пришел в свой родной город? Да, он удивлялся. Сказано, что он не мог там совершить никаких великих дел из-за их неверия. Но Лерой, он все равно возлагал руки на некоторых из них. Да, он это делал. Я думаю, что он делал это, потому что рос и воспитывался там. Он знал этих людей. Он хотел, чтобы они имели это. Он так сильно хотел, чтобы они имели это. Он возлагал руки на сестру такую-то, потому что знал ее всю жизнь. И, по крайней мере, они получили небольшую помощь благодаря этому. Но это показывает, что его сердце было в даянии. Показывает, что сердце Бога, Отца, настроено давать. Потенциал есть. Есть все необходимое, чтобы выполнить это. Поэтому дело в принятии. Это по вере. Чтобы могло быть по благодати. Чтобы обетование было верно для всего семени. Вы можете быть более образованными, чем я. У вас может быть лучшее происхождение, чем у меня. Может быть, где-то есть еще какое-то другое отличие, но... Бог ничего не основывает на этом. Он основывает это на благодати. Боже мой. Поэтому у меня есть столько же прав на это, сколько и у вас. У вас есть столько же прав на это, сколько и у меня, потому что это по благодати. Мне нравится. Да, я знаю. По благодати. Он будет относиться ко мне так же, как и к Иисусу. Да, совершенно верно. Он даст мне все, что он дал бы Иисусу, если бы он сидел прямо здесь. Он даст. Он благословит меня всяким благословением, которым он благословил бы Иисуса. Он позаботится обо мне точно так же, как он позаботился бы об Иисусе. Это на его уровне, а не на нашем. И это его благодать. Это благодать Божья. Знаешь, брат Коупленд, Господь пытался подготовить меня около года назад, научить о пророческом моменте. И сейчас как раз этот пророческий момент. Я чувствую, что помазание пришло, и я верю, что слово должно быть сказано к тем, кто нас сейчас слушает. Очень просто. Но это пророческий момент. И я буду смотреть в камеру и делать это. Хорошо. В этот момент я чувствую пророческое помазание для тех, кто смотрит нашу передачу. И я хочу произнести это слово о вас, о вашей семье, о ваших детях, о ваших внуках и о вашем служении. Сейчас, сейчас, во имя Иисуса, я высвобождаю для вас способность принимать. Я принимаю это. Я продолжаю слышать слово. Оно говорит, Лерой, скажи «восвобождение». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты высвободил на этой передаче для каждого мужчины, каждой женщины, которые слушают, для каждого служителя, что с этого дня и далее у вас будет способность, другими словами, расширенная, увеличенная способность в вашем сердце и в вашем разуме, в вашем духе, чтобы принимать то, что Бог приносит через эти открытые двери для вас и вашей семьи во имя Иисуса». Я принимаю это, Я принимаю это для моей семьи. Да. Во имя Иисуса. Для моих детей, для моих внуков, детей моих детей. Наше будущее, наше призвание, проявление полноты того, что Он призвал нас сделать. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. «Брат Копланд, ты достиг такого уровня в служении из-за того, что, как я заметил за годы, в делах Духа, твой Дух, такой, как у ребенка. Как только Бог что-то говорит, ты способен принять это в одно мгновение. И я знаю, что это не пришло за одну ночь. Я знаю, что Бог вложил это в тебя. Я наблюдал за тобой много лет. Если это настоящее Слово, и ты проверяешь его, ты проверяешь, и ты можешь очень быстро просчитать это в своем Духе, потому что ты подготовлен, ты возрожден в твоем Духе, но ты смиряешь себя, как маленький ребенок, и ты принимаешь Слово от Господа. Я молюсь, чтобы те, кто смотрит и слушает нас, развили такой же Дух, чтобы знать, как принимать от Бога, когда Он говорит к вам. Прямо в этот момент открывайте ваше сердце. Высвобождайте вашу веру и позвольте этому войти внутрь, потому что, когда Бог говорит, это является пророческим моментом. Это не просто что-то, фраза, которую вы хотите сказать. Я чувствовал, как это созидалось в моем помазании, пока ты говорил. Слава Богу. Я хотел проявить уважение, закончить слушать то, что ты уже говорил, но в то же время быть готовым высвободить это сразу же, когда для этого появится возможность. И поэтому все, кто смотрит эту передачу, увидят большее. Люди, которые смотрят эту передачу, увидят еще большее развитие их способности принимать. И в этот момент Бог готовит даятеля, который будет давать им, и им нужно быть открытыми. Знаешь, я думаю об этих двух сестрах в 10 главе Евангелия от Луки, о Марфе и Марии. Марфа принимала Иисуса в своем доме, но Мария села у его ног и начала принимать его в свое сердце. Очень часто, когда передачи или откровения и помазания такого рода высвобождаются, знайте, что сатана является специалистом по отвлечению. И Марфа была отвлечена многими вещами, большим служением, но Иисус сказал, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Я сделал урок, просто небольшая история. Я сделал урок об этом и затем посмотрел на Марию и Марфу в других обстоятельствах, когда у них была проблема. В 11 главе Иоанна, когда Лазарь умер, и вы можете увидеть, что эти две женщины явно отличались. Та, которая сидела у ног Иисуса, Господь послал за ней. Он не спорил с ней ни о камне, ни о чем, потому что она уже была настроена. Поэтому я говорю, высвободите вашу веру сейчас, что у вас никогда не будет финансовых проблем ни одного дня в вашей жизни. Смотрите на себя, как на мужчину Завета, как на женщину Завета, ходящих под благодатью Божьей, и что Бог будет использовать вас финансово. Не просто, чтобы исправить ваши финансы, но Он будет использовать вас финансово. И это то, о чем Он говорил Аврааму. В книге «Бытия» в 12 главе в расширенном переводе Брат Копленд я прочитал это и просто рассмеялся. В первом стихе сказано, «В Харане Бог сказал Аврааму, «Пойди сам для твоего собственного блага. Уходи из своей страны, от твоих родственников, из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе». Послушайте, что Бог говорит ему. Я буду читать из расширенного перевода. «И Я произведу от тебя великий народ, и Я благословлю тебя обильным ростом благоволений». Вот о чем мы говорили. Благодать. Бог говорит, «Я возложу это благоволение, эти благоволения, эти благоволения на тебя и сделаю твое имя известным и отличающимся, и ты будешь благословением». Послушайте, что Он сказал. «Раздавая благо другим». «Я благословлю тех, кто благословляет тебя, кто дает процветание или счастье тебе, и прокляну того, кто проклинает или использует дерзкие слова против тебя». Бог сказал мне кое-что об этом. Он сказал, «Тот, кто сражается против богатства...» Помнишь, я делился этим с тобой. «Тот привлечет недостаток». Это послание о богатстве. Да. «Тот, кто сражается против недостатка, привлечет богатство». Я вижу сейчас кое-что из того, что Он сказал Аврааму в третьем стихе. «Я прокляну тех, кто проклинает тебя. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, кто дает процветание или счастье тебе, и прокляну того, кто проклинает или использует дерзкие слова против тебя. В тебе все семьи и племена земли будут благословлены, и тобой они будут благословлять себя». «Тобой они будут благословлять себя». Брат Коупленд — это сильное слово. Это четыре или пять вещей, которые Бог сказал Аврааму здесь. И главное из них — это то, что он будет денежным миссионером. Он говорит Аврааму, «Я хочу, чтобы ты был благословением для других». Я выписал отрывок из этой книги «Деньги с миссией». «Деньги с миссией» — это книга о каждом из Божьих детей, управляющих деньгами для Его Царства. Это номер один. Номер два — они делают в послушании то, что Он говорит им делать, и делают это так в том месте, и для того, для кого Он говорит это делать. Позвольте Ему направить это. Основная цель в управлении деньгами для Бога — это подчиниться Ему ради спасения душ. Позвольте Ему направлять это. Всякий, я верю, призван быть денежным миссионером, призван быть использованным в этой миссии, утверждая денежное служение. Как денежный миссионер, вы занимаете положение для того, чтобы Бог наполнил ваш счет деньгами. Потому что Он знает, что может доверять вам. Подчиняйте ваши деньги Богу верой. Есть некоторые вещи, которые сказаны в этой книге. Подчиняйте деньги Богу на земле. Я записал здесь как сноску. Необходимы деньги, чтобы финансировать распространение Евангелия по всей земле. И я стараюсь спросить людей помнить о том, для чего нужны деньги, и в чем заключается миссия. Дело в Евангелии Господа Иисуса Христа. И в этой книге «Деньги с миссией» я охватываю многие сферы о благодати Божьей, о благоволении на человеке, и о том, что Бог приносит умножение в жизнь этого человека не только ради самого человека. Но Он дал Аврааму 4 или 5 пунктов, что Он будет благословением, будет раздавать другим, пока все семьи на земле не будут благословлены. Говоря об этом, давайте вернемся к той благодати, которую мы обнаружили в 8 и 9 главах 2 послания к Коринфянам. Бог говорит о том, что Он любит доброходно или радостно дающего, того, кто настроен в своем разуме, настроен в своем сердце, но затем Бог говорит о том, что Он будет делать, если вы становитесь даятелем, становитесь миссионером для Него в вопросе финансов, тогда Он сказал, что даст вам столько, что вы не сможете вместить. Верно. Изобилие. Он сказал, «Я дам вам изобилие». В 9 главе 2 послания к Коринфянам, я не знаю, сколько у нас осталось времени, 2 Коринфянам 9. Обогатить благодать. Богатый, изобильный, слава Богу. Расширенный перевод. Это благодать. Вы начинаете с благодати, которую Бог возложил на вас, и затем благодать начинает снова приходить к вам. Это процесс. Снова и снова. Мы закончим на этом сегодня. Как Господь поведет, продолжим это завтра. Я помню, когда я впервые начал изучать это служение, и вопросы веры, и так далее, то как мало людей верило, что Бог будет говорить к ним каким-нибудь образом. Было такое отношение, что, ну, знаете, этого больше не происходит. Если это и происходило, то происходило только с пророком или кем-то еще тысячу лет назад. Один человек сказал, «Я боюсь тех людей, которые говорят, что Бог говорит к ним, а я больше опасаюсь тех, кто говорит, что он этого не делает». Верно. Я вспомнил одну историю об этом. Вот один из самых быстрых способов получить Слово от Господа в Своем Духе. Это сделать себя доступным и сказать, «Господь, Ты управляй моими деньгами». Это деньги, которые приходят через благословение небес. Аллилуйя. Я хочу, и я послушен. Я не буду делать ничего, пока не услышу от Тебя. Вы хотите пробудить голос Божий в Вашем Духе? Он там постоянно. Вы просто открываете себя для того, чтобы слышать Его. Вот в чем разница. Поскольку Бог выполняет свою часть, Он говорит все время. Мы были настолько духовно глухими, что не слышали Его. Да. О, наше время подошло к концу. Боже мой. Аминь. Деньги приходят, и деньги с миссией. Эти откровения, которые Бог дал нам в эти две недели, будут и должны быть благословением для тела Христова. И мы стремились связать вместе эти фразы. Деньги приходят, и деньги с миссией. Они происходят из одного откровения. Вы не нищий. У вас есть семя. Как вам достичь вашего богатого места? Как быть командующим богатством завета? Все это происходит из этого откровения. Деньги приходят к телу Христову. Делается запрос к деньгам. Деньги должны слушаться вас. Это пророческое откровение. Оно высвобождает финансовое помазание. Высвобождает финансовую мудрость. Оно соответствует Библии, и это слово от Господа. Когда вы соединяете откровение «Деньги приходят» с откровением «Деньги с миссией», тогда вы можете понять, почему это является посланием последнего времени. Это Евангелие должно быть провозглашено. Это Евангелие должно быть проповедано. И это невозможно сделать без финансовой поддержки. И мы говорили о том, что прошлый год был годом открытых дверей. И эти двери приоткрывались. Их открывали раньше, но они захлопывались человечеством, захлопывались религией. Но в этот раз двери не будут закрыты из-за знамений дней. Это последние дни. И это Евангелие должно быть проповедано. И есть призванные мужчины и женщины, которые готовы проповедовать это Евангелие, но у них просто нет финансов, чтобы его проповедовать. Знаешь ли, Рой, я думаю сейчас о всех тех служениях, которые я знаю по всему миру, и служителях, с которыми Бог дал мне привилегию честь познакомиться. И многих я знаю лично. Я не знаю ни одного человека, призванного Богом, у которого бы было денег больше, чем ему нужно для выполнения его призвания. Одно другое никогда не догоняет. Абсолютно. Нет такого состояния в Боге, которого вы могли бы достичь и сказать, «Ну, знаешь, я достиг всего». Нет, вы никогда не будете достигшими всего. Чем больше вы знаете, тем больше вы узнаете, чего вы не знаете. И тем более жаждущим вы становитесь, чтобы получить остальное. Но когда возрастает призвание, тогда финансы должны умножаться, и умножаться, и умножаться. И чтобы так было, откровение с небес об этом должно умножаться. И мы сейчас находимся именно в таком положении. И очень важно, чтобы служения резко удваивались и утраивались финансово. Потому что пришло время для нас удваиваться и утраиваться. И превзойти в 10 раз нашу способность служить этими Евангелием народам. Знаешь, брат Коупленд, скажу тебе, Дух Святой — очень могущественная личность. Когда ты говорил, я увидел внутри себя, как я сжимаю кулак и ударяю по своей ладони. И затем я услышал, как Дух Божий сказал, «Скажи им, вы закончили борьбу». Слава Богу! И пока ты говорил, этот образ продолжал приходить ко мне. Точное отображение того, о чем ты говорил. Ты сказал это как дополнение к этому утверждению, что есть служители, чье призвание никогда не будет превзойдено. Нам всегда придется стремиться использовать нашу веру, потому что если это не по вере, тогда это не от Бога. И еще относительно того, что ты говорил, есть служители, которые так сильно сражаются с этим, если они позволят Богу взять эту часть, как они позволили Богу служить им в том, что касается их учения и откровения, если они отдадут эту часть Богу, перестанут пытаться сделать это сами и отступят от того, чтобы пытаться делать это самим, и пойдут вперед, делая только то, что Бог сказал им делать, войдут в его покой. Да, аминь. Войдут в его покой. Это здорово. Да, войдут в его покой. И мы узнали и поняли за эти две недели, разбираясь с откровениями «Деньги приходят» и «Деньги с миссией», что это благоволение от Бога. Это благодать. В 8 главе 2 послания к Коринфянам видно, что те люди в Македонской церкви не были финансово стабильными. Они не были богатыми людьми, но они давали. Они были так вдохновлены, что в расширенном переводе сказано, что их даяние произвело их богатство. И до того, как деньги пришли в их жизнь, они уже были богатыми людьми в своем сердце и в своем разуме, потому что отдали это Господу. И опять же, я хочу подчеркнуть это, что мы имеем изобилие во всем остальном. Много раз Господь говорил следующее. Например, в одном из переводов первой главы книги Захарии сказано, «Мои города расширятся из-за процветания». Господь говорит, «Я вознегодовал, потому что язычники благоденствуют, а Моя церковь...» «Мои люди страдают». «Страдают, да». «Да». И это послание является обратной стороной этого, потому что есть времена, когда Бог говорит. Например, о Биове, в первой главе книги Иова. Бог говорит о процветании Иова, потому что Он праведный человек. В 111-м псалме говорится, что обилие богатства будут в доме правого или праведного. Праведного. Да. И затем Бог говорит в книге Экклесиаста, что Он даст тем, кто служит Ему мудрость, знание и радость. Но язычникам Он даст мучение копить и отдать тем, кто праведен перед Богом. Поэтому, если мы просто подчинимся Духу Божьему, ведь у нас есть призвание для нашей жизни. Если мы христиане, если мы подчиняем нашей жизни Богу, Бог совершит это для нас тогда, когда мы высвободим свою веру. И я думал об этом, когда мы говорили о деньгах с миссией, деньги приходят и деньги с миссией, и я перечислил эти восемь причин, которые, как Господь показал, не помешают деньгам прийти. И если отталкиваться от противного, то можно увидеть, что заставит деньги приходить. Мы начали с того, что говорили о десятине. Я хочу быстро добавить эти две вещи к откровениям «деньги с миссией», и деньги приходят. Вернемся к этим восьми пунктам. Номер один. Мы говорили об отказе давать десятину. Я привел Бытие 14.20, Бытие 28.22, Матфея 23.23 и Малахию 3.10. Номер два. Ограниченное мышление, потому что вы не можете думать мелко и владеть деньгами с миссией. Вы должны узнать, не крутится ли рядом с вами дух нищеты. И вам нужно разобраться с этим. Может, он влияет на вас с самого детства. Может быть, это из-за того, что вы видели, как живут ваши родители или родители ваших родителей. Но вам нужно взять это помазание из Библии, из Завета, от Бога, а не из того, что вы видели вокруг себя. Потому что я прошел через это. У нас была еда, и я немного делился о своей жизни. Мы втроем или вчетвером спали в одной кровати. У нас была маленькая круглая ванна. Мы носили воду с улицы, подогревали ее на огне. У нас не было морозильника. Приезжал разводчик льда, и мы использовали лед, когда его получали. И я сказал вам размышлять об этих трех словах. Превосходящий, изобильный, большой. Номер три. Поймите это. Слушание лжепророков помешает деньгам прийти. И у меня есть два или три подпункта, а также очень сильное местописание. Библия ясно говорит о десятинах и пожертвованиях. Это номер один. И вы должны делать это. Знайте дух истины и дух заблуждения. 1 Иоанна 4, 6. В книге пророка Еремии 10, 21 сказано следующее. «Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Понятнее не скажешь, Лерой? Это очевидное падение. И он сказал, «Не слушайте лжепророков». Вам нужно слушать истину. Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но вам нужно слышать истину, и вы не можете слушать кого-то, кто говорит против того, в чем вы нуждаетесь. Зачем вам соглашаться с кем-то, кто разрушает вас? Соглашайтесь с этой книгой, с тем, что «так говорит Господь». По-моему, от исхода до второзакония около двух тысяч раз. Очень часто говорится, «Так говорит Господь». Лерой, недавно, когда я ехал в машине, то случайно услышал по радио одну передачу, на которой собирается группа служителей, и они также приглашают и лидеров других служений, и говорят о том, что они делают неправильно, и что они проповедуют неправильно, и как они делают что-то не так, как надо, и так далее. И это создает атмосферу критицизма. Так, словно Бог ставит свою печать одобрения на том, кто сеет разделение, раскол и критику. Вы не можете этого делать. Вы не можете этого делать. Нет. Я верю, что мы обращаемся сейчас к людям, которые попались в это, и делают это просто потому, что их церковь так поступала, и они вовлечены в это. Прекратите это прямо сейчас. Вы обратили внимание на то местописание, которое брат Томпсон прочел, говорящее, что пасторы стали бессмысленными, и что они не ищут Господа? Верно. Ищите от Господа, что вам проповедовать. Лучше искать Господа, чем пытаться узнать... Чем проповедовать о других людях. Да, и слушать то, что другие люди скажут об этом. Уделите время тому, чтобы узнать, что Библия говорит. Посмотрите, что Слово Божие говорит об этих вещах, и будьте частью потока, чтобы служить людям, чтобы помогать людям. И вы можете это сделать. Да, вы можете это сделать. Я слышу это громко и четко, и вы можете это сделать. И сегодня день великих начинаний. Аминь. Для великих мужчин и женщин Божьих. Дверь открыта, чтобы подняться и выйти из этого. Поднимитесь и отделитесь от тех, кто критикует. Поднимитесь и выйдите из их среды. Ваше спасение не в этой группе. Ваше спасение во Христе Иисусе. Выйдите оттуда и станьте свободными. Слава Богу. Слава Богу. Некоторые из них боятся, брат Лерой. Если я начну это делать, они вышвырнут меня. Я потеряю пенсию. Я вышел. Я вышел. Да вы уже теряете. Поднимитесь и выйдите оттуда. И позвольте Иисусу позаботиться о вас. Скажу вам, Он заплатит вам больше, чем вы заслуживаете. Аминь. Он позаботится о вас. Я оставил свою работу. Я оставил целую организацию. И Бог позаботился обо мне. Бог сказал мне, что делать. Он сказал, иди. Я пошел, и когда я шел, то Он вел меня. И поэтому я сижу сегодня здесь по благодати Божьей. Есть великие мужчины и женщины, которые сдерживаются этим критицизмом, лживыми пророчествами, в то время как им нужно просто вырваться. Выйти из этого. И некоторые из них знают это. Номер четыре. Нетерпение помешает деньгам приходить. Если вы нищий, то потребуется время, чтобы выбраться из этого. Возьмите меч Духа. И с Его помощью выбирайтесь из этой долговой ямы. Все благословение Божье не свалится на вас за одну ночь. Номер пять. Чрезмерные расходы в кредит помешают деньгам прийти. Кредитная карточка — хорошая вещь, если вы можете каждый месяц уравнивать дебет с кредитом. Можете ли вы позволить себе то, что покупаете? Чтобы выбраться из долгов, вам нужно слушать, что говорит Дух Святой. И дальше книга Малахи, третья глава, седьмого по девятой стихи. Когда вы решаете, когда вы собираетесь составить план, чтобы выплатить ваш долг, Бог вмешается совершить сверхъестественное. Да. Затем номер шесть. Отговорки помешают деньгам приходить. Отговорки такого рода «Я из бедной семьи, все в моей семье были нищими, ваши обстоятельства не могут остановить вас». Изучайте двадцать пятую главу Евангелия от Матфея. Здесь говорится о тех, кто воспользовался тем, что имел. Много или мало, и получил пользу от этого по сравнению с теми, кто был просто ленив и ничего не делал с тем, что имел. Прочтите это как-нибудь в Евангелии от Матфея 25, 14, 18. «Бог сказал человеку с одним талантом, «Почему ты не отдал мои деньги торгующим?» А тот ответил, «Бог, я знаю, что ты жнешь там, где не сеял». И он был напуган и полон страха. Не бойтесь, Бог даст вам прорыв. Просто подчинитесь Духу Божьему и будьте финансовым миссионером в том, что имеете сейчас. И затем это продолжается. Вам нужно прочесть эту историю самим. Номер семь. Непослушание помешает деньгам приходить. Отказ давать десятину – это непослушание. Отказ давать пожертвование – это непослушание. Десятины и пожертвования. Не спровергайте. Это второе послание Коринфянам 10, 5, 6. Не спровергайте все, что расходится с тем, как и что делает Бог. Лерой, ты можешь добавить сюда отказ быть хорошим управляющим заповеди любви. Да. Непослушание в вопросе любви разрушит все. Да. Вы не можете ходить в ссоре и в процветании одновременно. Не можете. Заповедь – это заповедь, а не предложение. Потому что весь закон держится на этой заповеди. Абсолютно верно. И ты упомянул закон проявления. Я знаю, что если кто и знает, это хорошо, так это ты. Это 14-я глава Евангелия от Иоанна. Да. Там говорится о любви. Очень часто, когда я проповедую о проявлении, то использую эти стихи. Меня зацепило, когда ты упомянул об этом. В Евангелии от Иоанна, 14-я глава, 23-й стих. Нет, это 21-й стих, 14-й главы Евангелия от Иоанна. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Явлюсь сам. Ему. Ему. Слава Богу, да. И затем Иуда, не искорет, говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Я же только что сказал тебе, как я сделаю это». Но нет, он добр. 23-й стих. «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Я прочитал это, брат Коплин, потому что все, о чем мы здесь говорим, главным фактором в духовном мире является хождение в любви. Это хождение в любви. Да. Знаете, вы можете быть настолько миссионером, насколько захотите, отдавать столько, сколько захотите, но Библия говорит в 13-й главе 1-го послания Коринфянам, что вы можете все раздать нищим, но без любви вы ничто. Это не работает. Любовь Божья — это главное, это первостепенное. В послании к Римлянам 5.5 сказано, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым». И, брат Коплин, я действительно люблю людей, и я знаю, что ты любишь людей, и хочешь, чтобы они знали истину. Я хочу, чтобы тело Христово ухватилось за это откровение жизни, которое Бог на самом деле хочет, чтобы они жили. Мы тратим свои жизни, делая это. Знаешь, я говорю людям, мы с моими тремя сыновьями иногда возвращаемся домой с собрания около двух или трех часов утра, летя из другого штата. Некоторые люди думают, что служение — это только блеск и слава. Это работа. Ты знаешь, это лучше, чем я. Это работа. Но я хочу, чтобы люди получили освобождение, а не остались в состоянии ожидания. Номер семь. Непослушание помешает деньгам приходить. Отказ давать десятину и все, что идет против Бога. Перейдем к номеру восемь. Нечестность. Вы должны быть честными. Вы должны быть честными. Однажды один фермер спросил у меня. Мы ехали вместе в большом грузовике. Он спросил, проповедник, как вы отделяете свои деньги от Божьих? Я ответил, я просто знаю, в чем разница. Я знаю, где Божьи деньги, и я знаю, где мои деньги. Я сказал, я такой же, как и все остальные люди. Я получаю определенную зарплату, а все остальное идет Богу. Но это сидит в разуме людей. Знаешь, куда идут деньги? Деньги идут на работу Божью. Вы должны быть честными. Бог не станет благоставлять нечестность. И поэтому, если вы хотите, чтобы деньги приходили, если вы хотите иметь деньги с миссией, вы просто должны быть честными в том, чем Бог доверил вам распоряжаться для Него. Лерой, из-за того окружения, в котором росло это поколение, я хочу добавить пару слов к этому. Вы должны быть предельно честными. Предельно честными. Сами с собой. Открыты. Да. И с другими. И вы должны начать с себя. Перестаньте лгать себя. Перестаньте лгать себя. Будьте честными в этом. Вы не настолько зрелые, как вы думаете. Нет, вам нужна помощь. Вам нужна помощь. И вы должны стать предельно честными в этом. Я видел, как люди поступают таким образом. Ну, я сделаю это в конце месяца, брат Копланд. У меня просто не было денег на десятина. У меня не было денег, чтобы оплатить это. Я понимаю, что должен был заплатить вам, но просто не сделал это. Я не мог выплатить ему его зарплату, который ему был должен. Подождите минутку. Если бы я зашел к вам в офис и, уходя, забыл бы там свой бумажник, и вы взяли бы его. И там было пятьсот долларов. О, посмотрите, брат Копланд забыл бумажник в офисе. Я знаю, что вы честный человек. Вы же не скажете... Ну, знаете, я бы хотел отдать это брату Копланду, но на самом деле не могу. Потому что если я верну это брату Копланду, тогда у меня не будет денег заплатить той женщине, которая у меня работает. Вы бы не сделали этого. Нет. Нет. Это было бы нечестно. Но быть предельно честным означает, что как только у вас появляется доход, вы сразу же берете часть из него и откладываете на счет, который принадлежит Богу. Верно. Затем вы берете деньги, мои деньги из этой суммы, и откладываете их на тот счет, который предназначен для меня. Это значит быть предельно честным самим собой. Если вы оказываетесь в таком положении, когда говорите, «Ну, я сейчас не могу заплатить такому-то», тогда вам лучше встать на колени и молиться для тех пор, пока у вас не появятся деньги, чтобы заплатить им. Но эти деньги принадлежат Богу. Они не принадлежат вам. Эти деньги принадлежат мне, потому что вы были должны их мне. Или по какой-то еще причине. И вы смешали свое семя со всем остальным, и к концу месяца все перепутано, и ваши приоритеты не на месте. И вы честны. Вы должны быть предельно честным. Но вы не предельно честны. Вы становитесь предельно честными с собой, и вы смотрите в зеркало и говорите, «Я толстый из-за того, что ем в то время, когда мне нужно держать рот закрытым». Да. И берете себя за ухо, ставите себя на колени, и говорите, «Становись сюда и покайся, и исправь это, уладь это перед Богом». Вы исправляете это, и приводите в порядок, и делаете это правильно. Предельно честно. И наблюдаете, не откроется ли дверь финансов шире, чем когда-либо ранее. Да. Это произойдет. Я согласен. Абсолютно верно. Как получилось, что время подошло к концу? Это здорово. Наше время снова подошло к концу. Боже мой. Слава Богу. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, ведешь и направляешь нас, и исправляешь нас. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Всю неделю вы слышали обо всех этих вещах. И вот сегодня пятница. Время поступить на основании этого и привести это в действие. Мы очень ясно видим в Писании, в шестой главе послания Галатам, где говорится о сеянии семени в ответ на то, когда вас учили духовным вещам. Да. Совершенно верно. Это закон. Это часть процесса. Вы фиксируете определенные вещи, которые вы услышали и в которые поверили. Но вы фиксируете их и приводите их в действие, когда поступаете на основании этого и высвобождаете свою веру, чтобы это могло быть по благодати, дабы обетование было не приложено для всего семени. И затем вы молитесь и ищите Господа. И узнаете, что Он хочет, чтобы вы делали. И затем вы сеете семя. Отец во имя Иисуса. Открывай сейчас твоим людям, каким должно быть их сеяние семени, когда они сеют в это служение, когда они сеют в другие служения, и в свои церкви, и в свои семьи, будучи направляемы и водимы Духом Святым. Спасибо, Господи. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Когда вы молитесь, ищите Господа. И если Он будет вести вас сеять в это служение, будьте послушны этому. Вся информация сейчас на вашем экране. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваше пожертвование остается в том регионе, в офис, которого вы его отправляете. Хвала Господу. Поэтому поступайте на основании этого, верьте Богу, ожидайте всем сердцем каждый день, каждую секунду, каждый день ожидайте чуда. Аллилуйя. Аллилуйя. Лерой, спасибо тебе. Мне было очень приятно. Божье благословение будет в большей мере в этом году на твоем служении, на твоей семье и делах, и помазании, которое Бог дал тебе, в какой ты еще этого не видел. Я принимаю это. Аминь. Я услышал это в духе. Я принимаю. Дверь открыта. Да. Слава Богу. Я принимаю. Я готов к этому. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Смотрите наши передачи на следующей неделе. Примите решение сделать передачу «Победоносный голос верующего» частью вашей жизни и каждый день. Частью вашего дня. Частью вашей жизни и вашего служения. Используйте ее. Свидетельствуйте с ее помощью. Скажите кому-то, смотри всю следующую неделю такую-то передачу, и давай потом соберемся и поговорим об этом. Есть некоторые вещи, которыми я хочу поделиться с тобой с Библией. Пусть Бог благословит вас. А пока мы, Кеннет Копланд или Ру Томпсон, напоминаем вам, что Иисус Господь. Субтитры создавал DimaTorzok